добрый день дорогие зрители здравствуйте сегодня с вами вновь мыльная пена новостей у нас много и новости у нас на любой вкус ну начнем с того что раньше называлась по следам наших прежних выступлений выяснилось почему она бренда контрерас отложила религиозную церемонию мы говорим именно о религиозной церемонии потому что пара вообще-то уже жената они поженились в лас-вегасе в мае этого года вот и теперь значит это должно было быть закреплено вот церемонии в церкви но к сожалению она эта церемония не состоится дело в том что она бренда обнаружила что ее супруг ей не верен ну по всяком случае так утверждает один из мексиканских того они напечатали статью где написали что источник близкий к актрисе им рассказал что застукала на своего значит мужа довольно недвусмысленной ситуации короче говоря в постели с другой женщины поэтому свадьба откладывается а может быть и отношения все сойдут на нет потому что она бренда неверности терпеть не собирается ну правда это или нет жизнь покажет бывает что сведения оказываются ложными или слегка преувеличенными то есть вроде бы не соврали да но и правда не сказали вот например писали что пабло монтеро расстается со своей женой ну может быть там конечно что то такое было потому что отношения у них последнее время были довольно таки напряженные а из-за того как вел себя сеньор монтеро ну вот а сейчас у них новость они ждут второго ребенка но с другой стороны может они помирились кто их там знает а пишут даже что пабло обратился в специальную клинику где ему помогут преодолеть его проблемы а именно так сказать предрасположенность к пьянству и предрасположенность к беспорядочному сексу ну семья растет времени нет этими глупостями заниматься пьянками гулянками всякими надо деньги зарабатывать вот а с такими делами в общем работа становится все меньше и меньше в общем пора за ум браться подтверждается что карла альварес актриса 41-летняя которая умерла на прошлой неделе действительно была разведена с антонио дагустини причиной развода по словам адвоката было то что муж подвергал карлу физическому и психологическому насилию но и он короче говоря адвокат сказал что они даже обращались к органам правосудия чтобы запретить антонио приближаться к карле возникает вопрос а что он собственно делал в ее доме в день ее смерти чем интересно да мы уже говорили о том что очень непонятно что там произошло на самом деле и в общем странная какая-то история ну надеемся что полиция расследует все это дело и воздаст по заслугам тем кто в этом виноват виктор гонсалес отрис отрицает роман с его монтеро они снимаются в одном сериале в главных ролях оба и в общем пошли слухи что отношения у них более чем хорошие тем более что и вон у нас женщина разведенная свободная ну а вот виктор говорит что ничего подобного не было он верный муж и хороший семьянин так что сплетников просят не беспокоиться ну что касается сплетников и всяких разных там папарацци у нас очень много новостей по этому поводу но во первых эдуарду янис эдуарда яниса видели с какой-то молоденькой блондинкой предположительно моделью парочка обнималась представляете себе ну может быть они просто друзья а может быть эдуарду просто напросто завел себе новый роман ну почему нету был же него роман с марджори десолса не то пиар роман не то настоящий роман кто их там знает ну вот и теперь это ну что такого эдуарду мужчина в самом соку в общем женщинам нравится имеет право бегония нарвая с и маурисио очман переживают ренессанс своих любовных отношений они преодолели все разногласия все у них замечательно и вот вам в подтверждении фотографии из ресторана смотрите как классно все еще одна пара вполне счастлива вместе это хианелла нейро и крестьян ривера они посетили вместе концерт а папарацци естественно их сфотографировали посмотрите как они друг друга за руки держат ну просто зайки а вот не нель конден а папарацци уже снова они пытались фотографировать ее с новым женихом но потерпели фиаско дело в том что новый жених не нель по имени джованни а он бизнесмен и он всегда ходит с охраной это самая охрана угрожала фотографом оружием более того машина где был этот эскорт чуть не наехала на полной скорости на бедняжек пришлось им значит ноги делать оттуда теряя подметки и фотокамер ну можем конечно не нель в этом месте понять потому что после тех фото которые были сделаны во время спектакля запах гордыни я бы этих гадов просто поубивала потому что вот смотрите что вообще они показали публике эти вот эту обвисшую задницу вот этот вот целлюлит мерзопакостный но ужас какой-то и это та женщина который всего 36 лет вместо законных 43 ну кстати то издание которое это фото напечатала может сильно пожалеть потому что не нель страшно злая и готовит иск в суд ну посмотрим чем дело кончится может удачно марсела кордоба засветился с возлюбленной ее зовут анали Родригес она публицист но не в том смысле что она печатает какие-то там такие публицистические заменки нет она просто работает но что-то типа пресс-секретаря кого-то из звезд судя по всему любовь в полном разгаре ну и отлично потому что про марсела всякие сплетни ходили в том числе не особенно приятные про его роман со сценаристкой марии саратини и про его ориентацию всякое такое прочее мы за ужасно рады потому что на самом деле он мужчина очень красивый очень такой яркий актером замечательный мужчин желаем ему всяческого счастья его лангория завела очередного кавалера ну в общем у нее как-то вот очень интересно месяц отношений разрыв месяц отношений опять разрыв а там какая-то там очередная тусовка очередной кавалер ну вот может быть теперь как-то все поустойчивее будет потому что на этот раз это один из начальников телевизор по имени посе антонио бастон ну вот наконец-то на достойная пара не старый с положением и помочь с работой может случае чего опять же симпатичных вполне да вполне красивая пара но посмотрим на насколько ее хватит мы предсказываем что еще месяц-два ну от силы 3 и все и хватит и ногу будет искать ну и последняя новость про сегодня про анну лаевскую ну скорее всего скоро будет свадьба актрисы и ее жениха родриго морейри он уже подали подарил ей кольцо бриллиантом так что ждем приятного события ну и очень хорошо потому что когда она расставала с рафаэлем а мая в общем там была полная любовная фиаско ну вот наконец-то все в порядке у нее может и с работой тогда наладится ну на сегодня все до свидания ждем вас в следующих программах подписывайтесь на наш канал ждем вас